Хронограф истории Твери. Герой нового интервью Андрей Ульянов, основатель ТВ-студии «Акценты», которой в этом году исполнилось 25 лет. Давайте узнаем, что остается за кадром проектов, удалось ли сделать исторические открытия о Твери и судьбы каких известных уроженцев Верхневолжья особенно удивили нашего гостя. В финале, конечно, вылит запрос от Твереграда. Андрей, добрый день. Расскажите сперва, как началась ваша история в Твери? Я сам родился здесь, в Твери, вот уже почти 65 лет тому назад, в четвертом роддоме. Жил я в самом центре города. Это был типичный такой двор, где мы пропадали все свободное время. Через дорогу был городской сад, где тоже проводили почти все время мы. А городской сад тогда был совсем не такой, как сейчас. Очень отличался. Зимой самые разнообразные горки на любой возраст. Летом цирк Шепито, библиотека Читальня, много разных аттракционов, пляж небольшой, лодочная станция. Сейчас все забетонировали, еще, наверное, мало кто помнит, как это все было. В том же цирке Шепито со временем начинал свою карьеру Юрия Никулина. И вот он вспоминал, что цирк Калинин ему нравился больше, чем все остальные цирки по всей стране. Почему? Говорит, ни в одном цирке я не могу между выходами на арену пойти искупаться. А в Калининском цирке я могу. И, конечно, мне очень обидно, что у нас так вот не появился памятник Юрию Никулину. Учился я в шестой средней школе. Она рядом с домом была. Школа была элитная по тем временам. Ну, мне, конечно, приятно, что вот в музее школы рядом с фотографиями таких выпускников, как Борис Полевой, Андрей Дементьев, Евгений Борисов, Станислав Шаталин, висит и моя фотография. Когда я после школы поступал в наш университет на экзамене по иностранному языку, по-английскому, преподаватель спросил у меня два вопроса. Где вы учились и у кого? Когда я сказал, что в шестой школе у Конторовича, он взял зачетку, поставил пять и больше я никаких вопросов не отвечал. На ПНО были пять лет на филфаке нашего университета. Вот там я получил специальность преподавателя русского языка и литературы, который, правда, не воспользовался. Три урока на практике, которые я провел, показали, что я мог быть кем угодно, но только не учителем. Вот поэтому пришлось другую профессию себе выбирать. Но я еще выбрал немножко раньше, еще в 18 лет начал водить экскурсии по нашему городу. И Казахович университет стал экскурсионом в нашем Калининском бюро путешествий и экскурсий. И 15 лет я водил туристов по нашему городу, полстраны проехал. Я участвовал в создании многих интересных экскурсий, которые сейчас не стыдны. Это экскурсии пешеходные по городу, детские годы Крылова. Крылова уже провел на свои детские годы в свое время. Это экскурсия Ахматово-Тверской крае, беженские места. Но в 1991 году этот туризм как бы закончился, начался новый. Нужно было искать себе новую профессию. Вот пришлось идти в журналистику. И с этого момента начинается ваша новая, скажем так, история. В этом году исполняется 25 лет. Студия «Акценты» – ваше, наверное, такое главное дело. Расскажите, как все начиналось. Ну, сейчас, наверное, да, главное. Хотя тогда казалось, что это, ну... Мне казалось, что ничего из этого не получится. Мы работали тогда в информационном отделе газеты «Тверская жизнь», который заглядывал Виктор Иванович Куликов. Идея как раз принадлежит ему. Тогда были у нас очень интересные ребята с отделения журналистики нашего университета. И вот как-то вместе мы и создали. Нам было по 40 лет, им по 19-20. Никто ничего не понимал абсолютно в телевидении. Так же, как и телеканал «Пилот», на котором мы стали выпускать наши программы. Мы выпускали столько программ, сколько, наверное, не выпускал в то время ни один канал. Это была и программа «Акценты» сама. Это была панорама новостей. Еще на «Пилоте» не было программы новостной. Вот мы первые это начали. Это была программа «Примите наши поздравления» очень интересная. «Заметки на полях», «Регион 69». Но потом как-то всех потянуло в другие места. Но так получилось, что я один все эти 25 лет в «Акцентах» прошел вот и до. Кривейческое направление пошло, конечно, скорее всего от меня. Потому что, ну вот я говорю, что я экскурсоводом остался и даже когда работал в «Акцентах». То есть многие фильмы – это как бы экскурсии по городу, по нашей области, рассказ о знаменитых людях. Появился интерес к таким вот программам. Вот у Виктора Ивановича Куликова тогда делась идея, которая как бы и прославила тогда нашу студию. Мы стали снимать фильм «Тверь. Век 20-й». Сто-дносерийный фильм. То есть всю историю Твери год за годом мы проследили. Этот проект увенчался, наверное, самым большим успехом в истории нашего тверского телевидения. В 2000 году, ровно 20 лет назад, мы получили за него «Тэфи-регион». Вы единственный, да, с теми Твери? Ну да, у меня стоит такая 5-килограммовая скульптура очень весомая. И как-то позвонили на пилот, что вы вроде бы получаете ее. Пилот нам никто ничего про это не сказал. И позвонил Лен Девяткина с телестудии «Тверской проспект». И говорит, приходите, мы хоть вам статуэтку вашу отдадим. Надоело нам ее таскать, такую тяжеленную. И как мне рассказывали, это вообще было первое вручение, проститическая программа, первое вручение «Тэфи-регион». Познер выходит со статуэткой, объявляют, и никто не выходит. Он же растерянный и говорит, хоть кто-то из Твери выйдете, я кому-то отдам. Вот тогда Тверского проспекта получили и нам привезли. Ну, все равно была, конечно, приятная такая награда. Просто очевидно, что для создания такого исторического контента «Твери» вы наверняка перелопатили, прочитали, просмотрели массу книг, общались с разными историками, людьми, брали массу интервью. За все это время, вот скажите, какие-то интересные исторические открытия о родном городе вы сделали? Ну, когда вот мы работали на «Твере» в 20-е, конечно, приходилось перелопатить очень много всего. Приходилось и в Ленинскую библиотеку, в Москву, там все это изучать. И, конечно, многие события, которые я раньше знал несколько по-иному, приходилось пересматривать. Вот, например, в газетах 1918 года я нашел историю о том, что случилось, можно сказать, с главой Тверского края того времени, Александром Петровичем Вакжановым. На самом деле, в 1916 году за террор в Росте, который тогда был в Твере, Вакжанова просто исключили из партии большевиков и просто, ну, отправили вон из города. Он ехал в щиту, там погиб от рук белоговорейцев. Ну, это вот так вознесли, его имя стали что-то называть. А биография была очень-очень однозначная. Ну, так же, приходилось общаться с работниками нашего ФСБ, когда мы делали сюжет о поляках, которые расстреливали в городе. У нас же была серия 1940 год. Ну, вот, и когда сейчас я слышу таких историков, которые рассказывают, что ничего этого не было, никого не расстреливали, я очень не могу этого понять, потому что... Ну, вот люди, которые практически этим занимались, они рассказывали про все это. В начале 90-х годов можно было общаться даже с архивами ФСБ, туда можно было пройти, какие-то документы посмотреть. Я сам вот нашел там историю своего деда, которого обвиняли в том, что он готовил покушение на Сталина. Он был неграмотным мороженщиком, который приехал год назад из Погорелого городища и торговал мороженым в городском саду. Вот и арестовали, вот такое обвинение. Но он, правда, попал в тот период, когда, знаете, вот одна власть в НКВД меняется, Ежов на Берию, тогда как-то начинает отпускать, вот ее-то отпустили. Ну, вот такое вот дело, вот такого объема, оно осталось, там лежит все это. Ну, это действительно тоже ваше такое, может быть, личное открытие, да? Да, я потом писал целую статью об этом в газету «Тверская жизнь». Конечно, это история моей семьи тоже, это интересно. Ну, деда отпустили в итоге? Да, он пошел на войну, пропал там без вести. И тоже никто не знает, как и где, здесь только под Смоленскому. Что тоже сейчас установить, конечно, будет практически невозможно. Насколько я знаю, вы сняли полтысячи фильмов о людях, которые родились в Тверском крае, которые прославили наш регион. Вот какие личности вам наиболее запомнились? Сейчас судьба для вас стала каким-то открытием? Вы знаете, здесь вот больше-то все сожаление о том, чего я не успел снять. Сколько интересных людей ушло из жизни. Открытием, конечно, я очень действительно горжусь, что мы как-то нашли время и съездили. И вообще, что я как бы это имя ввел, что он наш земляк. Федор Савельевич Четрук, знаменитейший наш режиссером мультфильмов. История одного преступления. «Торопышка», «Каникулы Бонифаций», «Фильм, фильм, фильм». Знаменитая трилогия по Винни-Пухам. И вот я прочитал, что, оказывается, родился у нас в Твере. Нашел его телефон, позвонил, ему было уже под 90 лет. Ну, говорю, приезжайте. Приехали к нему, двухкомнатная квартирка на Ленинском проспекте, где даже окно открыть невозможно, потому что это второй этаж, и машины идут потоком с утра до ночи. Я говорю, ну как же у вас в такой квартире живет, с таким регалием, все. Что, говорю, государство не заботится о вас? Да нет, ну государство заботится, знаешь. Дети, внуки, всех надо устроить. Ну, муж с женой так это. Квартирка набита всеми возможными регалиями кинетографическими и огромным количеством Винни-Пух, которые, я понимаю, ему дарили все, кто только мог. Ну, конечно, о Твере он ничего не помнил. Он прожил здесь до шести лет. Единственное, что он помнил, что его водили гулять мальчиком на главную улицу города, и там стояла страшная фигура с бородой, которую он очень боялся. Ну, я понимаю, что это был Карл Маркс. Но тут он рассказал о своей работе, о том, как он работал над Винни-Пухом, рассказал, как они никак не могли найти голос для Винни-Пуха. Вроде бы все, вот, Леоновский голос подходил, но что-то все было не так. И только когда звукоператора пустил пленку в полтора раза быстрее, вот так получился настоящий голос Винни-Пуха. Удивительные были люди, вот они были в возрасте, но еще творческие, все помнили. Среди них была еще Татьяна Алексеевна Устинова. Она возглавляла даже в свои 90 лет танцевальную группу знаменитого хора имени Пятницкого. Она тоже родилась здесь, в Твери. Она была первой пионер-вожатой здесь, в Твери. И когда мы делали фильм «Век 20-й», 20-й год, говорит, ну, позвони ей, может, она что-то расскажет, перестаньте в 90-е лет, что вы хотите. Ну, телефон дали, я позвонила. Бодрый голос. Да, у вас прекрасная идея, я все расскажу. Не знаю, только когда с вами встретиться. Я так занята, у меня конкурс, смотр. Она помнила буквально все. Все факты в своей молодости, всех подруг, имена всех пионеров, которые она воспитывала. Все рассказала, провела свою репетицию. Наверняка вы общались тоже с известными актерами, режиссерами во время проведения фестиваля «Созвездие». Это действительно большое событие. Там в культурной жизни города было в 90-х годах, в начале 2000-х. Мы сделали, наверное, 6-7 таких больших вот фильмов, с артистами, которые приехали на фестиваль «Созвездие» в 1999 году. Все это было буквально у нас на глазах, потому что артисты все жили в гостинице «Волга». В «Волге» же был наш офис. Это было очень жаркое лето. И артисты, и жюри, а там был Банионис, Жонов, Ларионова. Они говорят, ну не можем ходить по этой жаре в «Звезду». И вот кассеты принесли к нам в студию. Они сидели у нас в комнате, осматривали все фильмы, решали, какой фильм станет победителем. Вам пришлось работать при разных губернаторах, мэрах. Чей период работы вы можете вспомнить с наибольшей теплотой? При ком из губернаторов или мэров города работалось, ну может быть, проще и легче? Ну если вот лично, то, конечно, это Владимир Игнатьевич Платов, который с огромной теплотой относился к нашей студии. Если бы ее не было, не знаю, как бы она дальше развивалась. И Олег Станиславович Лебедев. Пока он был главой города, тоже проблем не было. Очень много исторических фильмов мы тогда сняли, опять же, по его инициативе. Вот, пожалуй, это два человека, которые действительно с большой теплотой всегда относились к студии. Ну, кстати, не могу особо ходить и последних двух губернаторов. Сделают единственную энциклопедию «Тверские герои». И тут была помощь правительства. Сейчас помощь правительства мы делаем новый наш проект «Молодежь помнит» с ребятами. А я так понимаю, что вы общаетесь с сотнями школьников. Многие школьники отправляют вам истории, которые они узнали о своих прабабушках, прадедушках, что они делали во времена войны. Какие-то есть истории, которые вас наиболее тронули, скажем так? Ну, истории действительно много, интересных очень. Я, честно говоря, не ожидал, что такой пласт просто в семьях сохранился, что так помнят они тех, кто воевал. Совершенно фантастическая история рассказал мальчик Никита Апарина в Высшнем Волочке, в поселке Красномайском он живет. У него бабушка родилась здесь, в Твери, причем 16 декабря 1920 года. Была комсомолькой, стала санинструктором. И когда началась война, я долго до оккупации города, вот здесь, около Дорошихи, застрял один полк, она стала там санинструктором. Немцы стали обстреливать этот полк. Наряд попал прямо в блиндаж, где находилось командование. Тут она ночью приползла к этому блиндажу, раскопала его, достала оттуда раненого командира полка, потащила его к нашим частям под обстрелом немцев, погрузила его на подводу и повезла в госпиталь. И тут опять обстрел, мина падает рядом с санями, ранила ее саму, их привезли вместе в госпиталь, там у них начинается роман. Причем, знаете, не такое, как бывает военно-полевой. В семье сохраняется много документов, они показали нам даже свидетельство о браке. Это где-то госпиталь в Калужской области, в Сухиничах, с печателями совсем. Они прошли всю войну, потом приехали в поселок Красномайский, и она стала врачом, педиатром, причем заслуженным врачом России. Муж ее стал заместителем директора Красномайского стекольного завода, то есть при нем изготавливали рубиновое стекло для башни Московского Кремля. Вот такая семья и такая очень интересная история. В 12-й гимназии мы общались с правнучками Лидии Петровны Тихомировой, то есть с самой Лидией Петровной, которая стала прообразом доктора Веры, в повести и в фильме. Мы не раз делали материалы о ней, и везде было две фотографии, больше не находили. И тут мальчик с девочкой приносят два вот таких альбома, набитые фотографиями. Вот такой пакет с письмами, с поздравлениями Бориса Полевого. Как мне раньше говорили, Борис Полевой писал только зелеными чернилами. Это стоит поздравления, все действительно описаны только зелеными чернилами. Давайте попробуем сделать так. Составьте топ-3 своих любимых фильмов, проектов, которые вы создали за все время существования студии «Акцента». Ну, сказать действительно про это несколько сложно, потому что вот за все это время, за 25 лет, мы сделали, наверное, более 2000 фильмов, телевизионных передач. Ну, если из любимых, то, наверное, конечно, «Тверь век 20-й», потому что это очень большой этап работы, это несколько лет, это действительно очень интересная вещь. Последний проект «Молодежь помнит», все-таки вот эти все фильмы с ребятами, общение с ними. А если из самых любимых, то, наверное, все-таки фильм «Тверская улица Москвы». Просто тут мне понравилась сама идея этого фильма, пройтись по главной улице Москвы, которая носит название «Тверская», и вспомнив все, что там связано с Тверским краем. И этот фильм мы сделали как бы даже дважды. Еще в конце 90-х годов этот фильм Владимир Иванович Платов подарил мэру Москвы Лужкову, когда заключали договор между Тверской областью и Москвой о дружбе и сотрудничестве. А потом появились как бы новые материалы, новые технические возможности. И это мы сделали уже для канала «Тверигра». Давайте поговорим о ваших планах, а может быть даже не о планах, а больше о мечтах. Вот вы сейчас занимаетесь проектом «Молодежь помнит». Но что бы вы действительно еще хотели сделать, снять? Очень хотелось снять, давно у меня есть такой план, это 100-серийный фильм по истории Твери. А вторая мечта, я надеюсь, где-то осуществится в ближайшее время. Мы начнем вот этот проект «История Твери в лицах». В свое время Россия один делала такой проект, какой человек в России наиболее известный, популярный. Тогда вот Александр Невский стал. Ну, хотелось такой же проект сделать об уроженцах Тверского края. Если так все у нас пойдет нормально, то с сентября на областном телевидении мы хотели его начать. Давайте перейдем к блицопросу. Андрей, расскажите, где любите больше всего гулять в Твери? Ну, я очень люблю набережную Степана Разина. Вообще Тверские набережные. Лучшего, по-моему, у нас ничего нет. Когда я водил экскурсию, они начинались оттуда, от речного вокзала. И все, кто приезжал, они просто обалдевали. У нас такой город, замечательные две реки. Я очень люблю там гулять. Ваше любимое кафе, ресторан, гастрономическое место в городе? Ну, я не так часто бываю сейчас в кафе и ресторанах. Тем более, вот у всех кафе и ресторанах, где я у нас бываю, не скажу, что у всех, а где я бываю, один недостаток. Очень скромные порции. Особенно, когда приходилось бывать в ресторанах Греции, Италии, особенно Испании, то у нас, конечно, вот эта скромность немножко убивает. А я сейчас хожу в те рестораны, которые любит мой младший внук. Вот он сейчас в школу пойдет, 7 лет ему сейчас исполнится. Вот он очень любил елки-палки. А к елке-палке закрыли, вот он переживал. Потом все-таки полюбила красный дуб. Любит там пиццу поесть. Пивница мне понравилась тоже. Какое из последних событий посетили в Твери? Последнее, где я был, это в Тверском академическом театре на спектакле «Пигмалион». Я вообще очень люблю эту пьесу. И с удовольствием посмотрел ее в нашем театре. Владимир Чернышов прекрасно там сыграл, с удовольствием я все это увидел. А ваше самое запоминающееся событие, связанное с Тверью? Ну, скорее всего, наверное, когда городу вернули его историческое имя, так этого долго ждали. И действительно как-то всколыхнула жизнь города. И как-то очень надеялись, что Тверь станет во многом отличаться от города Калинина. Во многом, конечно, эти надежды не оправдались. Но все равно это событие очень запомнилось. Человеку, который впервые приехал в наш город, что вы первым делом посоветуете посетить в Твери? В первую очередь, конечно, посоветую ему прогуляться по набережам Волги, по двум мостам, побывать у памятника Афанасию Никитину, около церкви трех исповедников прогуляться. Ну, а потом, наверное, пройти выше к Путевому дворцу. Что, на ваш взгляд, требует в городе изменения? Ну, на мой взгляд, самая большая беда в городе – это то, что уже достаточно давно нет власти, которые хочут благоустроить город, заботиться о нем, о его жителях. Мне вот за последние годы пришлось объехать многие города, которые находятся на том же удалении от Москвы, что и Твери. Ярославль, Кострома, Калуга, Рязань, Тула. Ты видишь, какие изменения в городе, как изменилась сама структура центра города, что там появилось. Потому что я все эти города знаю, какие-нибудь в советское время, я как экскурсовод объездил много раз. И вот этого я не вижу у нас. Как-то у нас все… ничего не происходит в этом плане. Какого места не хватает в Твери, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, городу нужен хороший концертный зал. Все-таки филармония, она более камерная. Города не хватает хорошего стадиона. Гордость Твери. Наверное, все-таки люди города. Я вот создал такую небольшую энциклопедию о тех, кто родился в Твери, и как бы уже ушел из жизни. Там более 300 интереснейших людей, которые прославили город. Печаль Твери. Речной вокзал, который стоит в запустении. Дом офицеров, который никак не приведут в порядок. Прекрасные памятники Роси, которые просто разрушаются. Здание первой городской больницы, которая стоит уже без крыши. А это творение Карла Ивановича Роси. Таких творений единицы по стране. Три имени, которые неразрывно для вас, связаны с Тверью. Мне бы тут хотелось назвать имена людей, которые действительно как бы много, на мой взгляд, сделали для города. Среди них, наверное, Владимир Ершов, директора «Созвездия». Благодаря ему появился День города в Твери, сам фестиваль «Созвездия», много других мероприятий. Вот это, кстати, Глеб Ищиченков, народный артист «Россия», который сыграл множество спектаклей. И вообще был человек очень равнодушный к городу. Ну и, наверное, из тех, кто сейчас здравствует, это Вячеслав Михайлович Воробьев. Человек, который создал столько книг о истории Тверского края, что можно вносить в книгу Гиннесса. Огромная работоспособность, огромный интерес к нашему краю. Ну и Тверь, она какая? Опишите в трех словах. Тверь очень разная. В свое время я очень любил этот город. Сейчас эта любовь немножко поуменьшилась. Но знаете, как бывает, вот мать пьет, а ребенок ее очень любит. Все равно город очень любишь. Все равно ты провел здесь 60 с лишним лет. Но это родина, больше ничего не скажешь. Хорошо, Андрей, спасибо вам большое. Спасибо за интервью, за массу интересных историй и просто за хорошую беседу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!